привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня это не с одной рыбалка рыба эта рыба не собиралась за лето вот летом уезжал там может быть раз десять на рыбалку и насобиралась маленько такой рыбы которая идет на засолку сейчас наконец-то пришла конкретно осень уже ночью заморозки и значит а днем тепло солнышко светит это вот самое оптимальное время для того чтобы солить вялить коптить рыбу летом ничего хорошего не получается за разучи у нас у нас очень большая влажность рыба не сохнет вот весна и осень осенью рыбка сама вкусную естественно жирненькая но это ловилась летом при видео с рыбалок на лыжку есть на канале даже у тебя посмотреть прикормка на которую там все это рыба подходила рецепт тоже есть вкусная кашка для рыбы но сегодня будет видео видео про поскольку будет их два будет потому что здесь несколько видов рыбы есть чебаки есть у клей опа чеба кстати аналог плотвы нельзя я тоже есть у нас но это чеба а вот остробрюшка крупная довольно таки рыбка и вообще они как бы маленькие в половину но это уже хороший особи лови уже по осени их они ловятся на пенопласт на шарик на пост по поверхность ведешь на сберулина и они хватают как собаки голодные все все подряд сверху собирая но солить и будем сегодня увидел выйти попозже когда на посолица завярится а сегодня хочу поймется с вами приготовлением вот такой вот мелочи ребят специально собирал все лето чтобы снять это видео еще весной придумал его хотел вам показать смотрю на канал на каналах на других пользователей дай на ю тубе сидят зимой на мормышку вот такую рыбку ну чебачки плотва там чё там у вас окушки подлещики вот такие вот а мне было интересно что с ней делаете кошек кормить что-то очередя кто это такую рыбу этот рецепт будет для вас готовить будем рыбу по узбекски в казане на костре но рыба будет вот такая вот в этом видео остальная рыба будешь попозже так что можно подписаться на канал нажать колокольчик не пропустите ничего чего-то мы будем солить сухим посолом буклеев и гостебрюшек сыры мокрым посолом короче два видео еще про посолку и завярение его рыбы а сейчас мы будем готовить вот такую вот крупняк вот такие дела сейчас ребят я выберу эту мелочевку сейчас в раковину высыплю чтобы удобнее просто было сколько там соберется покажу как его можно почистить без особой грязи такой маленький лайфхар ну глядите ну чё тут короче ладно ребят час прируснуть на минутку так друзья короче вот отобрали весь этот крупняк но если у вас какой-то причине нет такой особо крупный рыб возьмите чуть покрупнее вот ну вот с ладошку уже нормально рыбки их тоже можно жарить я сейчас покажу как маленькое отступление от них сделаем это отдельная сейчас покажу вам как можно почистить чтобы не было этой всей шелухи по всей кухне хозяйкам пригодится но не хозяин те кто на кухню заходите только покушать но еще ничего приготовить очень удобно очистить рыбку не только такую мелкую вообще рыбку в тазике с водой вся чешуя она плавает потом просто вылили и всего будет ведь все никаких проблем рыбка чистенькая за счет того что такая мизерная и жарим будем ее в казане масло на косточек не не будет теперь просто берем ножик и отрезаем иглу голова нам не нужно жабры вы потому что вытаскивать из нее не сможем жабры мы не вытащим их голову она будет горькая из не будешь и открываем пациента и сидела уже с икрой что творится на вот так мы чистим мелкую рыбку потом помоем и сейчас покажу как будем разделывать чуть покрупнее которая давайте возьмем ну скажем вот острый брюшечку возьмем маленькую выбрать опять чистим ее от чешуи любая годится рыбка мелкая каратики подлещики то все что угодно будет вкусно ну просто смысл ее брать такую рыбку я не понимаю но это специально вот для ролика ночевку собрал за все лето накопилось немножко показать могу я не буду показывать еще все просто покажу вам что я буду делать опять вскрываем пациента убираем внутренности нам они не нужны видите сколько жира рыбка жирная сейчас заверится будет вкусная так смотрите рыбка я выпотрошу и теперь нам нужно ее пошинковать потому что рыбка крупная ну как относительно крупная скажем так давайте вам приближешь вот представление было что за рыбка вот смотрите ну вот вот ладошка и косточки в ней уже не прожарится вот в отличие от этой от маленькой да то ему целиком ее надо пошинковать шинкуем всегда максимально мелко раз шинкует карася некоторые по сантиметру по 5 миллиметров оставляют прорезу ребята только портите себе здоровье потому что маленькие косточка которого санте вот такой вот маленькая косточка она вас лопьется в кишечник и могут быть серьезные последствия если вы шинкуете рыбу любую карася там сазанчика и надо вот такие надрезы крест на крест сделать красиво смотрится протектор на машине ну это неправильно рыбу шинковать нужно всегда максимально мелко когда с этого будет эффект это будет безопасно костей в ней реально не будет и ничего вам туда никуда не втекнется ребрышки старались не прорезать вот так под углом чуть-чуть нож держите чтобы чисто спинку карасик шинкуется точно так же и только в этом случае у него не будет косточек посмотрите мое видео я делаю карасей в казане сметане с хрустящей корочкой обалденный рецепт вкусно реально вкусный там нет никаких костей вот так вот нашинковать максимально мелом один миллиметр между этими разрезами тогда будет эффект если вы порежете крупнее смысла не будет никакого только будет вредно это быстро делается ведь нет еще при условии что стоит камера мешает готова голову отрезаем все видеть вот это правильная шинковка рыбы в этой рыбе не будет никаких костей абсолютно только позвоночник которым просто берем и сможем спокойно и скушать ну все я думаю основу подготовки я показал сейчас эту рыбу подготовлю и мы продолжим чтобы затягивать видео то ругается некоторые товарищи ну так друзья рыба почистил помал подготовил так сказать теперь давайте займемся маринадом этой рыбы вот я уже в тарелку эти вода остаюсь потом просто перевожу в другую миску и жидкости будет не так много на такой объем такой большая такая миска получилась рыбы я возьму две луковицы лук режем пополам луковицы тоже большие много луку короче берем и полукольцами его режем тоненько кидаем миску так друзья луку много сейчас чтобы лук начал работать нужно его работать я минушку начал давать сок нужно его посолить солен так сразу чтобы и хватило как бы на лук и на рыбу добренько солен лук открывается вкуснее будет жареный когда у него добавляет при жарке щепотку сахара карамелизуется и будет офигенная штука также к этому лук мы сейчас добавим ложку кориандра в зернах потолкем это будет ароматная составляющая наша рыба оправдала то понище если вынесли какие перец горошком сейчас это дело столкнем ступки мыслим сюда и будем замешивать ароматная составляющая готова пахнет очень офигенно добавляем сюда и теперь добавим вкусовую составляющую то есть остроты добавим опа хорошего перца красного жгучего чили прямо из чили добрый к так насыпем для красный перец может не сыпать это уже на вашу еда и специи какие вам нравится такие использовать все теперь надо лук пожампать он начнет сейчас работать начнет активно выделять сок ведь все лук стал мокрый начал работать соль сахар вытягивает из него главу слуха лук и начинает отдавать сок в кашле первым перчаток все теперь пошла сюда рыба так рыба с водой час его досаде все рыбу я слил на дружочек откинула еще вода стекла закинул закидываем сюда и сразу в эту рыбу добавляем пару ложек сметаны добренько прям и теперь сюда дело рукой перемешиваем вот так нет руки я помыл ну чё перемешали и оставляем так на часик чтоб промариновалась я сейчас пока сниму еще два рецепта засолки вяленой рыбы как раз переложу светл банку и поеду уже на дачу разжигать костер ставить казан продолжим уже на даче короче сатали бы все пусть она постоит под маринуется ночью будет дальше сейчас увидим друзья начал пришел я на дачу сейчас разогреваю казан пока казан разогревается нам нужно отделить рыбу от лука также взять и буквально очистить эту луку потому что вы будет дарить нам этого не нужно лук мы будем жарить отдельно ароматизировать им масло так а рыбку вот убираем очищаем пахнет вкусно рыбе пропиталась сметанкой офигенно суть понятна часы рыбу отделяют речи тут снимать очень удобно погода опять портится лук солью на дуршвачок на дуршак жидкость него лишнего шла сейчас покажу так куда можно налить в казан масса уже разогрелся он дымит начинает стенки и начинают дымит значит казан готов к работе смотрите вот лук буршруке ведь он стекает готов теперь казан разогрелся наливаем в него растительного масла добротах пол-литра на жадничать по стенкам разливаем прогревалась быстрее вот так вот это все было вкусно да по бутылке короче вылил казан у меня 12 литровый пол-литра думаю будет нормально так это убрать только сейчас масло прокалиться хорошенечко и будем жарить сначала на нем лук скворчит все идет по плану барбароса на мешает зараза я хочу масло погреется вот масло начинаешь кварчать можно взять травинку и проверить травиночкой запузырилась запузырилась запах пошел обжариваемся с лук до состояния золотистой корочки чтобы он был хрустящий и вкусный поэтому на такого как вот так много нужно тонком гарнир будет наша рыбе запах сумасшедшись лук со специями пахнет здорово специи раскрывается в масле и ароматы для просто офигенно дошел до кондиции как мне нравится вот он золотился но старайтесь сегодня пережить вот уже пора его вытаскивать этим какой как нужно берем опять наш дуршвачок который мы отслеживали его и высыпаем на дуршлаг сливая лишнее масло она нам просто здесь уже будет не нужно масло мы ароматизировали луком получилась лучок хрустящие ароматный из-за специй просто супер масло вылим обратно так мы теперь все будет быстро лук убираем сторону и закидываем потихонечку рыбку получаем сразу много не надо закидывать куда масло не оставало партиями рыба обжариваем туда золотистой корочки так как масло сразу ее не надо шевелить а то она может развалиться пусть она прихватиться потом уже можно и будет помешать перевернуть рыбка жарится моментально крупная которая пошинкованная косточки перегорят должен шинканули они мелкие маленькая рыбка не так прожарится до состояния такого попробуем рыбка жарится до сих пор рыбка жарится до сих пор ручной работы зачарку бани ребят спасибо вам большое и вытаскивая варим сливаешь на масло вот таким образом обжаривает всю рыбку кину похрупнее сразу взбывается шкура на хвостик я специально не обрезал это будет очень тисно и будет хрустящий обалденная вещь я думаю суть понятна я обжарю и покажу что будем делать пузыря или прямо шапка рыба кипит изнутри дожарим последнюю партию рыбки огонь уже почти прогорел хватит жара чтобы зажарить я покажу что получилось казан это тема очень вкусно все получается нет попробовал пока душу снимая обязательно добавляйте кориандр он не перегорает и кусочки толките его не будет покупать и порошок готовы а потолките его там на лицарубке утонитель на миксере блин на блендере что мы кусочками был когда ешь рыбку попадает на зубах раскрывается вообще классная вещь как мы сейчас снимаю все оформляю кстати блюдо и пока лучше получилось так друзья гореть рыба получилась пошли не последний штрих берет этот хрустящий вкусный лук на лице какая красная вещь и посыпаем им нашу рыбу вот так ну вот в общем то и все рыба готова давайте возьмем какую-нибудь маленькую убитку очень красивая вот это и посмотрим что у нее внутри мягкая белая мяско близко камера зум пахнет это обалденно вкусно ну так она вкусно так и есть ну все друзья чего еще подавать я буду сметанка с чесноком перемешана я пойду пучок укропочка сюда покрошу это дело будет макаться косточки перегорели у нее их и практически нету макаем сметану чесноком буду вы и только мелочок это офигенно вкусно отвечает все на этом заканчивая видео всем кому было интересно и полезно ставьте пальцы вверх кому неинтересно без приставки пальцы вниз пишите свои комментарии какие-то вопросы предложения всем отвечу обязательно но все друзья всем до встречи и всем пока не забывайте подписаться и нажать колокольчик будут еще новое интересное видео так что все я пошел пробовать там меня уже он ждут сидят все пока